Благослови, святейший Владыку! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» 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 Песня 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 «Симон» Господу помолимся на раме в Христе, заблудшее взявещество, Возьмешься и си, Богу и отцу привел и си, всегда ныне и присно, и вовеки реков, аминь. Господу помолимся на раме в Христе. Господу помолимся на раме в Христе, заблудшее взявещество, Возьмешься и си, Богу и отцу привел и си, Богу и отцу привел и си, Господу помолимся на раме в Христе. 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 Царю Небесный, утешитель и души истинные, и живи с детства, и вся исполняя сокровища благих и жизней подателю, прииди вселисованные и очисти на всякие скверны, и спаси блаже души наша. Слава Вышней Богу и на земле мир, человек и благоволение, Господи, усне наши отверзящие и уста наши возвестят в полу Твою. Благословен Бог нас всегда на непустим и вовеки веков, и исправит Господь стопы Ваши, да поменят Вас Господь Бог во Царстве Своем, всегда на непустим и вовеки веков. Слава Богу и на земле Слава Богу и на земле Слава Богу и на земле ПЕСНЯ 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 Звучит песня. 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 Я говорю. Звучит песня. 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 Спасибо. Павел. Звучит песня. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 а также иные благополучные архипастыри, истинные хранители апостольских преданий, струбили благополучные православные наставники. Приму этому устроительному вселетному и белому году, сопричи с вас к всему достославному сону, верим в вашу заботу в епископскую кафедру Рада Москвы, купе сфотических прописаний по десяткам миллионов и 300 именитых бюджетных зон, составляющих новонациональную русскую церковь. Шествуйте за своими великими предшественниками. Вы стремитесь с общанием совершать высокое предстоятельское служение, стараясь послугу первоверховного апостола представить себя по поводу достойным, делателем и уколизненным, делателем и продающим слов истины. Посолу хотелось бы отметить, что нынешние торжества в честь удушины вашей нейтронизации претворяют открывающийся завтра Архиорейский Собор Русской Православной Церкви. Именно по вашей инициативе в последнее время акипасты нашей Церкви стали в части собираться для обсуждения разрешения насущих вопросов, касающихся как внутренних пресс-дня, так и имеющих отношения ко всему этой едины, связанной с Соборной и Апостольской Церкви. Паки и паки поздравляю ваше Святечество с злодоучимой восшествием на престол Торьякова Русской 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 Русской. Молитву и сердечно желаю вам неоскодивающей помощи Христа Жестодавца, дальнейшем служении восстановленных престолов имени, во спасение верного вашего первосвятительского увлечения в народе Божьем. Многое отливает вам век. Также нашего Священного Синода просим принять эту Святую Икону Божией Матери за предыдущим Богом на детстве на руках и просим, чтобы Царистое Небесное всех покровов, всех граждан охранял вас на всякого слава. Также просим принять Братиаший Параман, это знак вашего высокого первосвятительского служения. На Парамане изобретен крест, который напоминает о том духовном кресте, который был возложен на вас 7 лет тому назад, который вы с достоинством несете. Этот крест велик, красив, пославен, но труден и ответственен. И мы желаем вам помощи Божьей, чтобы Господь укреплял вас в этом крестоношении. Также примите этот пресвяток. Ваше святейшество, дорогой наш митрополит Киевский, все Украины, Ануфриев, досточтимые владыки, честные отцы, братья и сестры, Ваше святейшество хотел бы от всей администрации, президента Российской Федерации поздравить вас с великим для нас, для всех днем. Мы знаем все, что сегодня, независимо от сложного и тяжелого графика, вы встречаетесь с днем в Российской Федерации Владимир Владимировича Путина. И, как всегда, в эти дни, в этих встречах вы всегда будете ставить вопросы о полноте русской православной церкви. И, что очень для нас важно, о вопросах мирян и клира. Вы всегда заботитесь и о клире, и о мирян, даже по самым пустяковым, казалось бы, вопросам. Но эти вопросы для всех для нас очень важны. и укрепляющие нас всех. Ваше святейшество, сегодня 7 лет. Все эти 7 лет я могу свидетельствовать с первых дней с вами. И хочу отметить это мнение всех нас, мирян, что за эти 7 лет произошло почти двухкратное увеличение русской православной церкви в России. Это и строительство новых храмов и учебных заведений. Вы являетесь последователем поместного собора 1917 года, где было восстановлено патриаршество. Буквально в прошлом году этот место было, и собор был восстановлен. И самое важное, что вы являетесь последователем тех решений собора. И сегодня идет увеличение и пархий, как многие говорят, теления, это неправильно. Сегодня идет качественное увеличение их доступности, простого мирянина прикоснуться к тем святыням русской православной церкви. Самое важное сегодня для нас, для всех, и мы это чувствуем, что идет качественное обучение будущих священников. Огромное вам это спасибо, потому что мы это всегда чувствуем. Сегодня русские церкви наполняются молодыми священниками, хорошо образованными и действительно верующими и показывающими примерами. Ваши святейшества, огромное вам спасибо. Мы с вами, как всегда, вы наш отец, наш духовный лидер, Божьей помощи вам и многие-многие вам лета. Ваше блаженство, Ваше высокопреосвященство и преосвященство, уважаемый Александр Дмитриевич, билот, представитель президента Центрального федерального округа, Дорогие отцы, матушки и грубени, братья и сестры, я всех вас сердечно благодарю за ваши молитвы как всего и в сегодняшний весьма значительный для меня день, так и каждый день. Чувствую эту молитву, эту поддержку, опираюсь на полное единомыслие нашего эскапата, духовенства и на абсолютное большинство верующего народа. Эта поддержка не выражается ни в каких цифрах, она выражается в той духовной силе, которая реально помогает патриарху снести его служение. Вот сегодня в соответствии с уставом мы читали отрывок из послания апостола Павла к евреям. И одна фраза меня просто поразит. Мы с вами многие читали это послание и этот отрывок много и много раз. Но в том-то и сила Слова Божия, что вдруг неожиданно одна фраза, одно предложение начинает блестать такими гранями, отражать такой силы духовный, божественный свет, что оторваться от них невозможно. Вот и сегодня апостол, говоря о ветхозаветных отцах, об Аврааме, Исааке, Иакове, о примере и вере, переходит к Моисею и говорит, Моисей веры оставил Египет, не убоявшись гнева царского. И был тверд, взирая на невидимого, как бы виден. Господи, так и в этих же словах все, что нужно каждому человеку, тем более, что нужно архиерею и тем паче патриархам. Что такое Египет для Моисея, еврейского народа? Это то место, где они жили, не будучи свободными, но были сытыми. И даже в пустыне вспоминали мясо и котлы. А Моисей, воспитанник фараона и его супруги, он мог бы быть вторым или третьим во всей этой огромной египетской язычественной империи. Чего ему не хватало, все было. Но он от всего этого отказывается. Потому что все это второстепенно и даже третьестепенно. Не для всего этого человек живет. И Моисей понял это. И подвиг его отказа был велик. Но он сопровождался непросто мужеством, связанным с отказом от прекрасного, богатого и процветающего бытия земного. он не убоялся гнева царского. А фараону было за что гневаться? Воспитанник его, его жены не просто выступает против фараона, он народ свой выводит из Египта. А народ-то ведь, как говорят сейчас, умножал вот этот самый общенациональный продукт. И потеря этого народа была потерей части могущества и каким же мужеством нужно было обладать, чтобы не просто разорвать кузы, связывающие тебя с теплым, обеспеченным, почетным местом жизни, но и отказаться от поддержки своего учителя, воспитателя, и своего царя во имя высшей цели спасения народа. вот все эти слова помогают нам понять и подвиг царя, и подвиг каждого архиерея, тем более патриарх. Ничто для нас, ни образ жизни, ни какие-то материальные блага не могут и не должны затмевать с самого главу возглавить движение своего народа, этот великий мета-исторический исход навстречу Богу и Его Божественного Царства. И не только притяжение земных богатств, но и никакие страхи перед сильного мира сего не могут и не должны изменить нашему призванию. А почему? Да потому что мы призваны, как и Моисей, быть твердыми и в невидимом невидимого видеть как бы видимого. И кто-нибудь спросит, а как же это мы так Бога невидимого видеть? А мы отвечаем, вот сегодняшняя Божественная Итхарисия и всякая Божественная Слухба Храма, особенно Святая Литургия, разве не открывает нам зрение увидим невидимого? А если бы этого не происходило, откуда черпать силы всем нам, людям слабым и грешным и подверженным различного рода внешних воздействий? Откуда эта великая сила церкви сохранять свое единство вопреки сильнейшим давлениям извне? Откуда эта сила церкви способная сопротивляться гонениям, разделениям? Но что самое главное, обрушением на нее различного рода идей, предложений, которые на самом деле в истории принесли и сегодня несут огромную опасность для единственного церкви и для дела спасли. Мы черпаем силу не от своего разума, не от своего образования, не от своего воспитания, не от своего положения, а только от духовного видит Бога величайшим таринстве Святой Игорь 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 Я знаю, как это вера, которая подчас даже нами не осознается, потому что и мы, архиереи Божьей и духовенства, ведь тоже вовлечены в судьбу этого мира, и даже исполняя наш архипастовский долг, как намного приходится всего делать того, что как бы прямо не имеет отношения к этому видению Бога, к достижению этой самой величайшей цели в жизни. Но ведь достигаем цели, может быть, не так, как хотелось, и многое сделать не удается, но и как будто мы попреки логике всего исторического процесса, мы, как Церковь Божия, идем навстречу и говорим ей, гряди, Господи Иисусу, потому что наше движение и каким-то конкретным историческим целям, наше движение навстречу Христа воскресшего, который явится в конце веков и который каждому явится по его земной кончине. Удивительным образом, но то, чем занимается церковь, веков, ахерерия, духовенство и весь народ Бога, это та реальность, которая присутствует и здесь в истории и переходит в эту медленной историю в жизни будущего человека. Я буду дарю Господа отзываться в семь веках, и когда мне сегодня кто-то сказал, как быстро пролетело время, я подумал, что оно не пролетело быстро. Это было непростое время, но мы не видим и ждем и простого времени и будущего. Но эти семь лет научили меня к чему-то тому, что я, может быть, в полной мере не сознавал до восшествия на пиаршем истоке. Нет таких проблем и нет таких трудностей, которые бы Бог не помог преодолеть человеку, если человек жертв этой Божьей помощи. меня были годы решения множества задач, которые стояли перед нашей церковью и решения, вызывал в том числе и пиархи, поместный собор и последующий затем отхерейский собор. я вижу, как милость у Божьей мало-помалу, шаг за шагом, мы все эти обращенные нам завет совместно все церковь решают. И дай Бог, что мы так делаем дальше. И дай Бог, что мы так делаем дальше. Мы искупили крещение в Киевском, и которое распространится сегодня уже на многих странах. И дай Бог, что мы так делаем дальше. И дай Бог, что мы так делаем дальше. Идея, идея и идеология. И я думаю, что и епископад украинский, как и весь епископад нашей Церкви, сегодня это ясно понимает. Единство нам нужно не кому-то одному или какой-то группе иракхов. Единство нужно каждому. Архиерею, священнику, мирянину. Потому что этим единством мы духовно поддерживаем друг друга. Собояя возможность осуществлять пророческое искудение, неся правду Божию нашему народу. Еще раз я хотел бы сердечко поблагодарить Ваше Божество. Постоянно, временным членам Священного Синода, весь наш епископад, все духовенство. И губен, и губень монастырей наших, наших миллиан, особенно наша молодежь, которые сегодня становятся все более активны и принимают для себя все больше ответственности за судьбу ЗЭПа. Я же хотел бы поблагодарить также и тех представителей власти, с которыми мы находимся в постоянном диалоге, которые понимают важность духовного развития народа, укрепления нравственных начал личной, семейной и общественной жизни. И дай Бог, чтобы совместными усилиями мы работали для того, чтобы человек становился лучшим, чтобы просветлялось его сердце, чтобы укреплялся он доброй волей, чтобы чище становились его чувства. Да хранит Господь, Церковь Пустью, и все народы, окорбляенные ее пасхорским правительством. С праздником поздравляю вас и приношу всем сердечную благодарность. Я хотел бы сегодня, в этот день, вручить награды тем архипастам, которые, в том числе, отмечая какие-то круглые даты своей жизни, сделали очень много для укрепления веры православной в наших народах, которые помогали людям на очень непростых их жизненных людях. И прошу огласить Патриарху Пустью и Григорьеву. Указом Святейшему Патриарху Московского и Сияуси Кирилла во внимание к усердным архипастерским труда и в связи с 65-летием земля рождения и 25-летием архивейской Феодонии Митрополит Донецкий и Мариупольский и Марион отрождаясь в родину Русской Православной Церкви святому благоверному князю Даниила Московского первой степени. Что делилось? Мариус. Аксиас! 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 Аксиос! 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 Во внимании к усердным архипастерским трудам и в связи с 75-летним с дня рождения митрополит Геодосийский и Керченский Платон награждается орденом Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского 1-й степени Аксиос! 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 Во внимание к усердным архипастерским трудам и в связи с 85-летним с 인ство рождения и 40-летним архиерейской wow SAM Митрополит Чебоксарский и Чумашский Варнава награждается орденом Русской Православной Церкви Святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, первой степени. Аксиос! 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 По вниманию к усердным архивастерским трудам и в связи с 60-летием со дня рождения митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеима награждается орденом Русской Православной Церкви Святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, второй степени. Аксиос! 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 святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, второй степени, Аксиос. По вниманию к усердным архипастерским трудам и в связи с 65-летним со дня рождения архиепископ Сентайский Серафим награждается орденом Русской Православной Церкви преподобного Серафима Сыровского второй степени, Аксиос. Аксиос! 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 По вниманию к усердным архипастерским трудам и в связи с 50-летием со дня рождения епископ Благовещенский и Тынгинский Лукеан награждаются орденом Узкой Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского Третьей Степени. Аксиос! Аксиос, Аксиос, Аксиос! По вниманию к усердным архипастерским трудам и в связи с 50-летием Херодониева пресвитера, при освященнейшей Владимир Митрополит Копский и Тынгинский преподается Патриаршая Благословенная Панагия. Аксиос! 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 По внимание к усердным архипастерским трудам и в связи с 55-летием со дня рождения, при освященнейшем Феодосию Митрополиту Домбовскому и Рассказовскому преподается Патриаршая Благословенная Панагия. Аксиос! Во внимание, к усердным архипастерским трудам, при освящении Шему Дмитрию, митрополиту Тобольскому и Тюменскому и в связи с 25-летием архиерейской хератонии преподается Патриаршая Благословенная Падагия, Аксиос! Во внимание, к усердным пастерским трудам и в связи с 65-летием со дня рождения Братерей Иоанна Гая, клирик подворья Русской Православной Церкви в Японии награждается юбилейной медалью в память тысячелетия представления равноапостольного великого князя Владимира! Аксиос! Аксиос! Ещё раз всех вас, мои дорогие, сердечно приветствую! Желаю скорейшего оздоровления тех из наших собратьев, которые не смогли присутствовать в привлечении и для наших наград. Всех же тех, кто присутствует здесь, я ещё раз хотел бы поздравить и пожелать всем здоровья, крепости, сил и помощи Божьей в ответственном архипастерском служении. Храни вас всех, Господи! Храни вас всех, Господи! Храни вас всех, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok